всем привет из израиля друзья и сегодня у нас вылазка на природу на общественном транспорте но не спешите отключаться сегодня будет очень много красивого и интересного сегодня вы увидите шикарнейшие виды я постараюсь вам показать много цветов и конечно же будет масса полезной информации итак мы начинаем начинаем не погнали потому что это все-таки природа и все будет с чувством с толком расстановкой ребята ну а мы находимся на территории университета хайского университета и посмотрите какая здесь красота я сейчас пройду вон туда на этот угол и увидим еще шикарнейшие виды мы были уже в этом месте в прошлом году но на территории университета мы не попали так как было все закрыто кстати то видео тоже я прикреплю она очень полезная мы приехали в прошлый раз сюда на не на общественном транспорте на машине но там тоже будет масс там тоже также есть масса полезной информации поэтому посмотрите тоже очень интересно сегодня я буду показывать то что не показывала в прошлый раз господи вот это да как же тут красиво сколько раз я уже говорила эту фразу друзья но здесь нереально красиво сейчас раннее утро пятница я приехала сюда на общественном транспорте номер 24 который идет с бодгалима это город хайфа для тех кто не знает и если у вас нет транспорта личного авто то вы сюда можете добраться именно на общественном транспорте даже люди те которые не проживают в хайфе но хотят посмотреть красивые виды также можете приехать сюда на автобусе на поезде и уже бодгалима добраться сюда на автобусах идет сюда 37 37 али в 24 посмотрите по гуглю и там будет вся информация как можно сюда добраться на каких видах транспорта из какой остановки вам более удобно будет сюда приехать но я сюда приехала не только за красивыми видами дело в том что сейчас все соцсети израиля пестрят яркими красивыми фотографиями сейчас в израиле цветут анимоны по всему израилю начиная с юга заканчивая севером пустыня негев очень красивая но на но она находится далеко и не у каждого есть такая возможность выехать тем более у многих нет машин меня смотрят в основном конечно большинство людей взрослого возраста я думаю не у всех есть личное авто а конечно побывать на природе очень хочется да и посмотреть всю эту красоту тем более анимоны цветут недолго то есть сейчас вот период февраль и скорее всего уже их наверное в марте не будет поэтому в хайфе вот есть такая возможность приехать на общественном транспорте посмотреть эти красивые цветы они чем-то похожи на майки ну чуть побольше в основном конечно они красные есть и встречаются белые розовые сиреневые анимоны но это уже реже в основном конечно в большинстве своем они алого цвета посмотрите вдалеке сейчас я приближу видите это фуникулер идут еще все еще идут испытания будем надеяться что уже скоро откроют эту дорогу то есть центральной станции миркази будет идти фуникулер и вот до университета планируется но уже строится несколько лет и уже как бы конечный этап уже идут как видите вот испытания будем надеяться что в скором будущем мы проедемся с вами на этом фуникулере кстати в этом здании есть тоже смотровая площадка на 30 по моему этаже нужно доехать до 29 но я туда сегодня не пойду информация в интернете что в пятницу субботу не работает кстати ребята а вот там вот кусочек вот крыши видно это смотровая площадка и прошлое видео которое мы делали в прошлом году я его обязательно прикреплю где-нибудь или в описании или под видео найдете мы были на этой смотровой площадке я показывала оттуда какие тоже красивые виды открываются вообще на мой взгляд можно приехать сюда на целый день здесь столько можно исследовать и на территория университета очень интересно есть музей и смотровая площадка я уже повторяюсь очень красивые виды природа и вокруг находится парк красивый неподалеку хайбарк я его тоже кстати показывала уже там дикие животные обязательно побывайте в этом месте интересном и красивом ребята смотрите как интересно дома и вот здесь вот площадка для машин стоянка и дома выходят окна прямо на площадку мы находимся на самой высокой точке в хайфе не считая вот этого здания сейчас пройдем посмотрим какие виды открываются оттуда смотрите такая площадка и такое чувство что ты в облаках где-то очень-очень высоко немножко конечно боязнь открытого пространства друзья вы сейчас это все увидите обалдеть постоять на вершине почувствовать немного себя небожителям смотрите везде вот такие как мостики можно подойти и посмотреть вид с этой стороны на домике ну и с этой стороны конечно шикарнейшая панорама на хайфу на хайский залив вот это да вот это да вон на той площадке мы сейчас только что с вами побывали ну а здесь как видите вид еще выше самая высокая точка в хайфе район университета откуда открываются вот такие вот шикарнейшие виды ловите делюсь с вами этой красотой этим позитивом этим релаксом ну а кому мало этих видов еще раз повторяю здесь есть на 30 этаже еще смотровая площадка птица висит в воздухе обалдеть так приближу не вижу висит не висит вот она вот она смотрите просто висит в воздухе вот так смотрите вокруг это идет море и заодно станция фуникулера конечная ух ты да с какой скоростью они гоняют и смотрите море 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 вот она конечно не в круговую но половина круга оно точно занимает давайте приближу немножко смотрите вот они фуникулеры скорость да новенькие кабинки на подгалиме круглая здесь такие как бочечки ой как быстро они ездят надо же вон кстати видите общественный транспорт автобусы заезжают на территорию сейчас это возможно вот такая прям интересно столько много кабинок видите вот так далеко они едут в самый низ станция Мерказьи но это самое высокое здание в хайфе которое видно не только в хайфе ну и наверное пол израиля тоже видят эту башню университета ребята вот такой вид открывается с 30 этажа обалдеть вот это да посмотрите какие маленькие машинки какие вокруг красивые виды посмотрите ну единственное конечно я извиняюсь окна здесь идет стройка строится ну вот такой вот вид на город птицы внизу вот так вот необычно шли двое мужчин я спросила закрыто или открыто они сказали закрыто но если я хочу то они меня проведут и мы посмотрим эти виды вот такие добрые люди у нас в Израиле но везде вы открытый вид не увидите только только вот так боже мой внизу посмотрите посмотрите какая красота вот это да тень посмотрите от здания какая огромная и вот там такие виды все закрыто конечно но вот через окна вид вам самого высокого здания там бадгалим рамбам порт это хайфа перед вами у ваших ног в тель-авиве мы были я не помню на каком этаже башня озрели показывала вам тоже смотровую площадку посмотрите кому интересно тель-авив и в конце видео там также есть шикарные виды на тель-авив ну а здесь шикарные виды на хайфу я прибыла на первый этаж вот здесь видите стрелочками показано музеон туда я так понимаю посмотрим сейчас посмотрите я уже вижу сколько тут всего ухты боже мой как красиво это библиотека наверное сказали что он откроется в десять часов вот здесь столовая ну и какая прелесть посмотрите в музее есть старый корабль которому две с половиной тысячи лет друзья ну не знаю я буду ждать не буду потому что сколько по времени пятница и автобусы уходят неполный рабочий день сегодня короткий день поэтому мне нужно как-то будет добраться вниз здесь прям целый городок посмотрите знаки дорожные машины ездят так ну а мы идем в эту сторону уже здесь находится национальный парк в прошлом видео я вам его хорошо показала и сейчас мы там поищем анимоны спустимся туда и посмотрим что же там за цветы сейчас растут или не растут в прошлом году их было очень много вот отсюда открываются такие красивые виды мы сейчас пойдем туда ребята посмотрите какие красивые тут дома находятся это район университета недвижимость здесь конечно же очень дорогая мы мы вышли уже с университета и сейчас направляюсь в этот парк заметьте все это пешком сегодня экскурсия у нас так как своим ходом добраться до университета и посмотреть окрестности ребята посмотрите какое чудо дома и вот это море видите сливающиеся с небом ну очень красиво ну а нам в ту сторону и везде таблички вот гехт это музей гехта который находится на территории университета вы только посмотрите на эту красоту обратите внимание какого сочного цвета трава сегодня у нас такая дорога пешком с территории университета сейчас возвращаюсь обратно потому что там можно пройти только в той стороне но я уже не стала возвращаться поэтому пошла вперед теперь возвращаюсь вот назад и сейчас будем смотреть природу сейчас все очень красиво зелено это такой вот период в Израиле когда настолько насыщенные цвета трава невероятно красивого цвета очень яркая и вот посмотрите я иду боже мой как же тут красиво вот такие вот первозданные леса сохранившиеся возле хайфы ну хотя большинство из деревьев посажены человеком для тех кто не знал в период Османской империи Атаманской империи как называют когда здесь были турки практически все леса были вырублены и вывезены отсюда и вот уже в период становления государства Израиль вручную были высажены деревья и вот те леса которые мы видим вокруг на территории Израиля в основном высажены именно руками человека вот такой это труд и вот так вот нужно отдать должное людям которые высаживали озеленяли Израиль ну что ребята мы уже с вами подошли в этот парк посмотрите сколько здесь троп так круговую покажу вот с той стороны мы с вами пришли с территории и в эту сторону и сейчас будем смотреть природу оставайтесь будет интересно как видите вот такой уже желтый ковер из мелких таких желтых цветочков все цветет в Израиле надеюсь мы увидим еще анимоны но единственный момент посмотрите вот такая чистота здесь находится вот так мы бережем природу рядом прекрасные цветочки и мусор по соседству и посмотрите вот уже такая красота и вон там внизу уже тоже посмотрите как все цветет вот смотрите прям сколько здесь цветов вон вон и посмотрите какая колючка здесь ну очень колючая прям дерево такое чего тут у нас только не растет про эти цветы я уже рассказывала цветок одиночество кажется ребята обратите внимание дорога и вдоль по ней вот все усыпано цветами осталась такая вот маленькая дорожка вот этой красоты о а там уже первый красненький цветочек я вижу ну вот и первая красота очень сильно похожая на мак правда же это анимончик маленький ну а рядом вот такая красота люди что вы творите а ну разве так можно ну посмотрите сами убиваем природу эти места конечно я вам показывала но очень красиво поэтому показываю повторно очень много цветов вижу и в той стороне и в этой стороне ну и в то же время очень конечно грязно везде салфетки бумага как-то так нельзя мне кажется нужно все-таки убирать за собой и в этой стороне ну прям стройными рядами вот эти цветы а здесь вот такая вот зона отдыха можно посидеть покушать отдохнуть и насладиться красивыми видами ребята ну а это виды на тират кармель посмотрите какая красота вокруг моря город горы в ту сторону там пониже там находится заповедник хай бар где живут дикие животные где им помогают в естественной среде поправиться и потом отпускают уже на свободу обязательно съездите тоже посмотрите у меня есть видео на канале я его также прикреплю и природа там шикарнейшая мы наблюдали за орлами но вообще конечно очень интересно наблюдать за этими птицами смотрите сколько людей тоже любуются цветами целые поля я не хочу туда проходить потому что там конечно с мусором все вместе но не очень хочется топтать но посмотрите сколько красных огонечков в эту сторону тоже очень много всего красивого вот еще прям целыми полянками видите столько вот цветов мусор сжигает вот это все находится в черте города и вот на этой полянке в прошлом году было очень много анимонов сейчас я подойду посмотрю также они были вместе с этими желтенькими цветочками я думаю что также есть потому что вот видите люди стоят уже с телефонами фотографируют вот так вокруг это все выглядит и вот тоже стал и видите сколько столов можно посидеть отдохнуть на природе это черта города вот так выглядит это место но мы возле этих зарослей вот такого желто-красного ковра и вот такой вот и вот так squadron Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что друзья, немножко посижу на камушке И поговорю с вами в завершении Немножко подрезумирую Вот такое у нас с вами путешествие на общественном транспорте Получилось на природу в черте города Это Хайфа, еще раз повторяю, район университета И те люди, у которых не имеют авто, но очень сильно хотят побывать на природе Вот такой вам лайфхак Можете приехать сюда на общественном транспорте Кроме субботы, конечно, в пятницу до обеда А в такие дни, в будни, полностью весь день вы можете приехать В вашем распоряжении вся эта природа И территория университета, которая сейчас открыта В прошлом году она была закрыта, и мы туда не попали Поэтому приезжайте, наслаждайтесь этими красивыми видами Этой шикарной природой И цветущим Израилем Потому что время, к сожалению, цветения не очень большое в Израиле И начинается, когда первая жара К сожалению, вся эта зеленая трава И все эти прекрасные, красивые цветы Становится такой вот эффект выжженной травы Я уже рассказывала не раз об этом и показывала Какой становится Израиль в августе, в сентябре месяце Ну вот сейчас как раз самое время ездить по Израилю Природа оживает Израиль, земля надевает на себя самые яркие, самые пестрые цвета Как будто вот весеннее платье Вот такой вот сейчас у нас Израиль Я всех благодарю за просмотр Надеюсь, это видео было интересное и полезное Кому понравилось, не забывайте подписываться, ставить лайки Кому не понравилось, пожалуйста, не подписывайтесь Это ваше право Ну а я буду прощаться сегодня с вами Всем еще раз огромное спасибо за просмотр И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok